всем доброе утро сегодня пятница казалось бы прекрасный день для того чтобы наслаждаться жизнь но тема сегодняшняя лично моего дня и моего настроения раздражительность и злость есть несколько причин это раздражительность и злости но вопрос том что она у тебя есть сразу вспоминай елену хлевную с автора эмоционального интеллекта когда она говорит что первая идентификация эмоций второе появление упр начиная осознание что она у тебя есть и третье использование энергии эмоций для того чтобы получить максимальный результат по делу они факт туда куда тебя может эта эмоция унести попытаюсь сегодня трансформировать или более сексуальное слово сублимировать свою раздражительность и некую злость внутреннюю в деловое общение и в максимальную продуктивность от своей работы сейчас еду на встречу с руководителями где у нас будет дискуссионный клуб касательно развития каждого из них через реализацию личного проекта в компании когда каждый руководитель оценивая сначала предварительно что же такое собственно говоря руководитель что это за профессия как он может сделать так чтобы люди работающие в компании стали максимально эффективными стали максимально открытыми как он как руководитель может создать среду в которой человеку будет хорошо вот отвечая на все эти вопросы люди выбрали себе проекты профессионально причем такие интересные как например ярмарка новых идей постановка контроля поручений так далее так далее все то что вроде казалось бы должен делать и чарно по большому счету весь менеджмент этой чар но и чар один в компании много не успевает так вот ему по сути получилось 25 добровольных волонтеров которые каждый взяв себе личный проект постарается его реализовать в рамках этой компании поэтому пожелайте мне удачи после этого будет индивидуальная связь потом работа с некоторыми отдельными руководителями и еще свободное время потом хочу поехать по сколково поработать а может быть поплавать бассейне вот такой на сегодня у меня план дня еще пока пустой зал следующая задача и она самая важная то о чем я вам говорю может быть уже несколько человеческое поведение не контролируется просто криком не контролируется заставить что-то сделать это невозможно ведь вы же родители вспомним наших детей чтобы там ему не говорил хлопнешь ему по попе он посмотрит на тебя да и продолжает делать то же сам ученые психологи выяснили очень важный очень главный момент поведение это то что мы видим своем большинство из нас руководители и я в том числе когда был руководителем 16 лет я занимался барковским бизнесом до этого 10 лет занимался просто бизнесом часто мы реагируем на поведение но наше поведение определяется образом мышления а образ мышления формируется убеждениями и ценностями в глубине скрытые от всех нас в основе всех наших поступков лежат постулатом системы и это моя авторская разработка называется сокращен а и туси тупо звучать следующее наш сотрудник в какой бы компании не каким бы бизнесом у нас у него есть четыре самые главные взаимодействия это коллег с клиентами с коллегами с акционерами собственниками компании и с любыми другими заинтересованными пятый важнейший элемент это когда сотрудник занимается сам собой внутреннее развитие что же такое система в которой ценности занимают главное я пока не говорю о том какие у нас ночью к этому придется первое это принятие решений любого решения в отношении своей работы в профессии опираясь на ценности в момент принятия решения человека четыре ценности вот должен это а как я должен поступить сейчас по отношению клиентам коллегам к акционеру и любым людям заинтересованным следующее а при цеху система для определяет как себя вести в ситуации неопределенности когда у человека нет фундамента или нет вот этих базовых установок каждый человек принимает решение так как ему кажется лучше в настоящий момент вот онaque сейчас я поступлю так ащас я поступлю так а когда у нас будут заложены фундаментальные базовые вещи и в описание каждой ценности для нас самое главное показать как это ценность Karata по отношению к себе коллегам клиентам как в специальности когда у нас есть ценности у нас появляется будущая цель второе изменяет образ мышления когда человеку дали базовые фундаментальные ценности чтобы он принимал решение он начинает думать как себя поступить. А самое главное, мы получим нужные нам модели поведения. Я вам расскажу два слова буквально, что происходит в тех компаниях, в которых мы уже внедрили ценности, и как это у них работает. Первое. Люди не размышляют от действий. Им все понятно. В любой момент у них есть ответ на постановку задач. Второе. У них нет метаний, у них есть общие цели. Цели сформированы от уровня стратегии, декомпозированы по направлениям, то, чем вы сейчас занимаетесь, у вас будет бюджет, очень горячая пора. Третье. У них нет сомнений. Они не сомневаются, как поступить. У них есть ценности для того, чтобы принимать правильные решения. Четвертое. Нет ограничений. Полная свобода действий, ограниченная только ценность. То есть ценности тебя определяют, уровень твоих допущений. Четвертое. У них нет коллег, у них есть друзья. Потому что отношения меняются. Даже сегодня, обратите внимание, мне очень понравилось в одной из ваших команд, когда друг другу что-то пишет, и там вам говорят, ну мы же команда. Это было так классно читать. По-моему, у вас. Да. И мне было очень приятно это видеть. Следующее. У них нет клиентов, у них есть партнеры. Когда мы относимся к нашему клиенту как к партнеру, когда мы пытаемся сделать так, что он с нами делает бизнес, это совсем другое. Не важно, покупают у нас одну игрушку, 10 игрушек, или покупают у нас партию одежды, не имеет значения. Но, конечно, самое главное, у них нет хозяина, у них есть инвестор. В чем глобальная разница между инвестором очень хочет, для того, чтобы компания взяла, чтобы как можно больше, как можно лучше она стала. Вот что происходит в тех компаниях, в которых, в интернете, еще корпоративных кодексов нет. Их просто понимание того, что нужно делать. Ну и, конечно, вместо босса там находятся ценности. Ценности. И в ежедневном принятии решения между собой, в отношении с коллегами. Вот каждый день, опираясь, их всего 4 у нас. Их очень легко будет использовать, потому что каждый день, принимая решения, мы будем делать. Поэтому люди, объединенные общими ценностями, обычные люди, обычные, это очень важно. Обычные люди, объединенные общими ценностями, могут достигать необыкновенных результатов. Так, ну что, друзья, неделя прошла. Давайте подведем итоги. Итоги, они примерно следующие. Во-первых, мне бы хотелось вам рассказать, как я закончил пятницу. После достаточно трудных, серьезных рабочих дней, я почувствовал, что физически уже очень устал. Поэтому я сегодня приехал в бизнес-школу «Сколка», где прекрасный бассейн, я вам его показывал. Вот. И я просто поплавал. Поплавал для того, чтобы немного просто прийти в себя. Когда ты плаваешь, ты размышляешь, думаешь. И вообще, кстати, очень важная вещь. Мы зачастую ждем любви от других людей, не умея себя любить. Так вот, я надеюсь на то, что иногда, проявляя к самому себе, чувство имеется в виду не о каком-то самоудовлетворении, а о том, чтобы себя немного порадовать, полюбить себя в хорошем смысле этого слова, это просто необходимо. Поэтому я желаю вам выбрать время, выбрать возможности, периодически или регулярно, но любить себя. Это вывод номер один. Надо себя любить. Вывод номер два. Сопротивление существует всегда. Самый лучший способ борьбы с сопротивлением, разобраться с самим собой, о том, что эти сопротивления с тобой не имеют ничего общего. Это сопротивление другого человека или других людей. Твоя задача делать качественно твою работу. Настолько качественно, чтобы претензий к ней не было ни у кого. То есть профессионализм, высочайшего качества, стопроцентная отдача. И если кто-то этому сопротивляется, то это его личное дело. Задача твоя, любого человека, выполняя свою работу на 100%, сделать так, чтобы люди сами поняли, что им необходимо снять свои сопротивления. Почему это так важно? Потому что если вы начнете вступать в диалог о сопротивлении, пытаться разобраться, что же происходит, вы потеряете себя, потеряете силу, потеряете энергию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, встречая сопротивление в жизни, скажите себе, все ли я правильно сделал? На 100% ли я эффективен? Все, что мог, я сделал. Да? Все, отлично. Продолжайте дальше. Это номер два. Вывод. Вывод номер три. Бизнес. Касательно бизнеса. Сегодня я разговаривал с одним интересным человеком. Это директор небольшой компании. И у него нет представления о том, что ему делать. Вот он просто директор, а что представления ему делать, у него нет. И он постоянно ищет причины, что, почему, зачем, как с этим быть, и постоянно кто-то другой виноват. У него нет в голове четкого представления. Попробуйте помочь вашим руководителям получить четкое представление. Неважно, кто. Это генеральный директор, значит, вы собственники, это руководитель, значит, и вы генеральный директор. Помогите им получить представление. Для того, чтобы на вопрос о том, как дела, не было эмоционального рассуждения о том, я много работаю, у меня много дел, я очень занят, я очень перегружен, у меня нет мелочи на всякие, там, такие неважные дела, как отчеты или планы. Нет. Дайте человеку разобраться в том, а что, собственно говоря, он делает. Зачем вы его взяли? Решением какой проблемы на самом деле он является. Ну, собственно говоря, вот и все. На этом неделя закончена. Я очень счастлив в том, что меня хватило, и хватило у меня сил на то, чтобы каждый день снимать маленькие видео. Это дает мне, на самом деле, некую внутреннюю силу, внутренний эффект. Я еще вам покажу сегодня кусочки своего выступления сегодняшнего дня. А в целом я очень доволен этой неделей, при всем при том, что она эмоционально для меня, она была очень тяжелая. Хороших выходных, друзья, и, надеюсь, увидимся. Если у меня будет интересный материал, я вам расскажу о них в субботу и воскресенье. И, кстати, завтра у меня еще одна стратегическая сессия, очень важная, где мы будем обсуждать перспективы развития и взглядов очень интересных людей в невероятно современном бизнесе. Ну, пока!